Господь настолько близок, близок к земле и близок к церквям, близок к своему народу сейчас, что Он поправляет церковь свою, Он проявляет много строгости сейчас, потому что Он хочет прийти и налить сюда свою жизнь, влить в сосуды. Сосуды должны быть очищены, освящены, приготовлены. Это Его любовь. Любовь не заключается в том, что всегда гладят по головке. Любовь — это когда хотят исправить. Это когда хотят поправить. Это когда хотят, чтобы ты был совершен во всех отношениях и поступках. Правильно? Слава Богу. Слава Богу. И сегодня мне хочется поговорить о зрелости. Насколько нам надо быть зрелыми христианами. Может, даже не одну проповедь буду говорить об этом. Но сегодня хочу поговорить о словах Павла, когда он сказал 1 Коринфян 13.11. Когда я был младенцем, по-младенчески говорил. По-младенчески мыслил. По-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Оставил младенческое. Вы знаете, очень часто бывает, что подходят ко мне, когда что-то случается с верующими. Подходят с такими вопросами. А почему? Почему тот или иной заболел? Будучи пастором, и вдруг заболел. А почему случилась авария? А почему? И они начинают как бы обвинять. Или Бога, или того, с кем это случилось. Очень много таких вопросов. Их каждый раз очень больно, что не понимают, что пришли в этот мир для войны, для битвы. Что все происходит в этом мире, в сражениях. И верующие люди, они тоже не под колпаком. И они как раз-то больше всего сражаются, те, которые стоят сильно. Пора уже иметь правильное, как сказать, видение всех вещей. Правильное понимание Бога и отношение к Богу надо иметь. Мы посмотрим, если на Писание мы с вами видим, сколько страдали христиане, сколько страдали верующие. Но вы знаете, когда человек остается в младенческом возрасте, то он просто играет в христианство. Очень часто хочется всю церковь превратить в игру в христианство. Где в церкви только проповедуют хорошее, доброе. Мне довелось слышать, когда говорили, вы все время пугаете, я ухожу прямо больной из церкви. Я говорю, слава Богу, если я хоть как-то кого-то напугала. Потому что это реальность. Нужно иметь страх Божий. Ад — это реальность. И в этом аду очень много христиан. Я вас пугаю, это истина. Если вы сейчас не испугаетесь, будете бояться всю вечность. Но если вы испугаетесь сейчас и поправите свои сосуды, мы с вами будем вместе на небесах. Я предпочитаю трепетать под Господом. И так не хочу, чтобы вы оставались в младенчестве. Не хочу, чтобы по-младенчески рассуждали и мыслили. Не хочу, чтобы в руках у вас был бы деревянный меч вместо того меча, который дал Господь. Вы знаете, как часто видишь вот это, как маленький ребенок размахивает у папы на руках с этим деревянным мечом, и он сражается, видите ли. Но если даже враг и бежит от такого деревянного меча, то есть не от меча бежит, а от папы, на которых руках ты находишься. Это младенчество, в нем нельзя оставаться. Я тоже вспоминаю свое младенчество, я могу сказать, что больше было. Топну ножкой, и все происходило. Иногда я с улыбкой вспоминаю те времена. И думаешь, ну действительно, ну только помолишься, уже ответы. Только уау-уау, уже бутылочка во рту. Уже соска, чтобы не пищал. А сейчас молишься, постишься. А Бог говорит, подожди. Еще потерпи. Почему? Потому что мы созрели, взрослые, понимаете? Другие отношения. Надо оставлять младенческое, даже когда оно очень приятно. Бог хочет уже поставить тебя на ноги, чтобы ты сам ходил. Чтобы ты сам сражался, Он дает тебе настоящий меч. И от того умения, как ты владеешь мечом, зависит и твоя жизнь, и твое служение. Потому что ты становишься воином. Ты не играешь в войну. Потому что ты становишься воином. Понимаете? Реальная битва. Реальные раны. Реальные победы. А могут быть реальные проигрыши. Зависит от того, как ты себя ведешь. Можешь ли ты наносить удары врагу. Мы знаем с вами, что мы поставлены наносить смертельные удары врагу. В голову поражать. Но не сказано, что нас не будут жалить. В пяту будут жалить. Бытие 3.15 еще говорилось. Вражду положу между тобой и между женою. И между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову. А ты будешь жалить его в пяту. Что значит жалить в пяту? Это значит уязвимые места. В уязвимые места он будет жалить. Ему это дано право. Но вам дано гораздо больше поражать в голову. Разве это не битва? Разве это не битва? Это битва. Это раны. Понимаете? Это восстановление. Снова идешь. И мужаешь в процессе битвы. Когда я был младенцем по-младенчески, говорил. Говорил по-младенчески. Говорил. По-младенчески мыслил. По-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Если не оставить младенческое, никогда не станете мужем веры. Рассуждения будут младенца. Стыдно. Как сказал Павел. Помните? Пришел, хотел уже учить чему-то большему. Ага, они не способны. Не способны принимать. Остались опять детьми. Опять обижаются на папу. Папочка не дал. Папочка не услышал. А почему не слышал? А почему? Вот это почему? Говорит о младенчестве. Он не пришел за меня сразиться. Вы можете себе такую представить картину? На фронте, на линии фронта, ты сражаешься с мечом. Будучи воином, во всем вооружении. И вдруг на тебя нападают, и ты кричишь, папа, помоги. Все, бросаешь оружие. И приходит папочка, говорит, отодвинься, сейчас я врагу надаю. Вы знаете, сколько таких сыночков? Сколько таких позорят, хочется сказать, армию Христа. Нужно быть воинами. Сильными, мужественными, могущественными. Мы живем последнее время. Время мужественных людей. Церковь должна быть очень мужественная и сильная. Понимаете? Не друг с другом воевать сильные мы. А с врагом воевать. За друг друга. За друг друга. Понимаете? Это разная битва. Надо расставить младенческое, чтобы перестать даже мыслить по-младенчески. Конечно, если вы понимаете, что вот этот возраст зрелости не зависит от того, сколько вам лет. Даже не зависит от того, сколько лет вы ходите в церковь. Это духовное младенчество или духовная зрелость. Физическим возрастом зрелость не определяется. Невзря Бог пришел в образе человека. Взял на себя все. Совершил с собой все для нашего спасения. Победу совершил уже. Победительский меч дал нам в руки. В Его имени. Вы не представляете, какие вы сильные. В Его имени. Если вы в Нем живете, в этом имени. Если Его имя на вас наречено, то вы уже победители. Вы посмотрите, как сказано у Ефесян 1.19. И как безмерно величие могущества Его в нас. В ком? В верующих. Под действием державной силы Его. В верующих. Кто такие верующие? Те, которые верят, что Бог есть, или те, которые верят Богу, верующие? Те, которые Богу доверяют, верующие. Павел пишет, это его опыт. Он понял, что это опыт, что внутри Него великая сила Державы Божьей. Он понял, что это могущество внутри. Если мы впускаем в себя Господа, внутри нас могущество Его. Просто надо быть верующим. А верующий — это не только тот, который исповедует. Я верю в Иисуса Христа. Не могут даже бесы сказать, что Его нету. Они тоже исповедуют. Верующий — это жизнь веры. Это вся жизнь, понимаете? Это образ. Верующие — это образ. Вас должны узнавать. А вас должны говорить, это верующие, это верующие, это верующие. Не вы должны говорить, а вас должны узнавать. Верующий — это тот, который живет верой. Победоносный меч Отца у того в руках и в устах. Это его сыновья и дочери, победители. И для них враг уже немнимый где-то как-то на картинке. Реально. Реально. Вы знаете, вы должны сражаться реально. Если у вас нет реальной битвы, значит, вы еще в младенческом возрасте на ручках у папы. Значит, вам еще только деревянный меч доверен. Буква. Деревянный меч — это буква. Слово имеет силу, а не буква. Деревянным мечом разве что по голове брату стукнешь. Словом его, словом. А меч — совсем другое. Он поражает в голову врага. Понимаете? Если для тебя закончилось младенчество, ты должен знать, что ты вошел в битву. Знаете, как легко определить? Он в младенчестве, или же он действительно уже в зрелом возрасте? Для взрослого в возрасте Духа Святого ропот и обвинения закончились. Он уже не ропчет и не обвиняет. Понимаете? Он просто сражается и живет в покорности Богу. Если же еще продолжается ропот и недовольство, ты кто? Ты младенец. Ты еще младенец. Мы должны понять, что внутри нас должен быть Бог. Царство Божье внутри нас. Примите Его. Примите. Внутри нас уже живет победа. Понимаете? Если Бог внутри нас, это уже победа. Если Слово Бога живет в вас, услышьте, Слово живет. Это победа. Если живое Слово внутри вас, оно имеет силу. Оно имеет власть, Слово Бога. Если вы будете говорить живое Слово, оно имеет силу. Для этого не надо кричать. Для этого достаточно просто сказать. Оно само по себе имеет силу. Если вы его имеете, и вы обезоружите любого врага Слово Бога. Как обезоруживал Иисус? Длинными речами? Мудрыми и такими. Он два слова мог сказать фарисеям. И они были обезоружены. И замолкали, и нечего больше. Два слова. Взгляд иногда хватало. Потому что сила внутри тебя. Сила должна говорить через тебя. Что сказал Павел один раз? Он сказал, что Царство Бога не в слове, а в силе. В силе слова, так можно сказать. Можно сказать длинную речь без силы Бога. Пустота. Можно сказать одно слово, и сила выйдет. И победитель. Итак, не бросайте оружие на поле битвы. Когда мы принимаем Бога своим Господом и называем себя христианом, и мы должны знать, мы машинально бросаем вызов дьяволу. С этого момента мы становимся ему заклятыми врагами. Поэтому он нападает. Он нападает и рычит. Но многие даже вот этот рык уже принимают за атаку, уже боятся, уже трепещут. Рык услышали. Дрожат от страха, от одного только рыка. Они еще даже не знают реальной атаки. Можно их назвать зрелыми верующими. Посмотрите, пример из Ветхого Завета мне вам очень нравится. Когда целое войско Божье, можно сказать, войско народа Божьего, народа Божьего, стояло против филистимлян, и один Голиаф издавал рык, и все боялись. Давайте прочитаем это позорное место. Потому что оно очень часто встречается в нашей жизни. Первое царство 17, 1-9. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сокхофе, что в Иудее и расположились станом между Сокхофом и Азеком. В Ефес-Дамиме. А Саул и израилетяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе в одной стороне с одной стороны и израилетяне на горе с другой стороны. А между ними была долина. И выступил из стана филистимлянского единоборец по имени Голиаф из Гефы. Ростом он шести локтей и пять. Медный шлем на голове его и одет он был в чешуйчатую броню и вес брони его пять тысяч сиклей меди. Медные наколенники на ногах его и медный щит за плечами его и древко копья его как навой у ткачей. а самое копье его в шестьсот сиклей железа. И перед ним шел оруженосец и стал он и кричал к полкам израильским говоря им зачем вы вышли вы воевать? Не филистимляли ли я а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его то вы будете нашими рабами и будете служить нам. что видели израильтяне? Только что я прочитала описание. Они видели столько-то на нем одето железа столько-то меди такой огромный такой голос у него громкий. все, что мы можем видеть иногда из-за обстоятельств это страх который сатана напускает. они забыли что они народ Бога что Бог на их стороне понимаете глаза не туда смотрели не на Бога а на обстоятельства 40 дней сказано стояли они дрожали и 40 дней этот рык раздавался но вышел только один верующий что они не были верующими они были народ Божий не верили в Бога не верили что Бог есть но только один верующий был Давид вот он был верующий понимаете что такое вера он вышел не видя что Голиаф выше него рос не знаю во сколько раз что у него меч вот такой что у него щит такой он видел другое он увидел величину Бога какой у него Бог когда вы идете на битву вы должны видеть не то перед вами что показано а видеть какой у вас Бог великий вы должны видеть величие Бога если вы не видите в себе величие Бога вы пророжены заранее посмотрите как говорит Давид и сказал Давид Саулу пусть никто не падает духом из-за него он увидел что духом упали раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином и сказал Саул Давиду не можешь ты идти против этого филистимлянина чтобы сразиться с ним ибо ты еще юноша зрелость определяется не возрастом а верой и знанием Бога близкими отношениями с Богом он говорит а он воин от юности своей ты что это такие обстоятельства это такой дух и сказал Давид Саулу рад твой посовет у отца своего и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его а если он бросался на меня то я брал его за космы и поражал его и умершлял его и льва и медведя убивал раб твой и с этим филистимлянином необрезанным будет тоже что с ними потому что так поносит воинство Бога живого вера и зрелость отличаются от веры младенческой чем вера в зрелости это отвага это решимость когда человек полностью полагается на Господа когда у него есть опыт когда он идет во имя Бога сражаться потому что он знает что Бог с Ним а когда Бог с Ним когда Бог с нами когда мы с Ним когда мы с Ним когда мы за Него понимаете когда мы на Его стороне когда мы себя можем верить в руки Божьи тогда не будет ропота тогда не скажут вот мы а вот какой сильный у нас ни одного нет такого как филистимлянин нет ни одного равного да и не надо потому что то что внутри нас сильнее того что в этом мире поверьте это просто тот который внутри вас сильнее того кто в этом мире в этом мире весь дух слабее того который внутри каждого из вас если вы дадите ему место ропот или же благодарность это определение зрелость или же младенчество зрелость за все благодарит и действует во имя Бога младенчество ропчет и плачет и бездействует так что пересмотрите себя когда верующий человек себя посвящает Богу на служение он получает помазание вот этого Духа Божьего это вызов запомните это вызов вы идете по улице вы даже не подозреваете что за вами наблюдает не только Господь но тот которому вы бросили вызов поэтому всякая ситуация в которую вы попадаете даже на улице прославлять Бога должна не вашим ропотом а прославлять вашей верой вы понимаете меня о чем я говорю и так для Израиля это был филистимлян этот был Голиаф но мы знаем что это образы духовного сражения духовных сил которые нападают когда мы не надеемся на себя когда мы умеем давать место Духу Божьему тогда мы побеждаем и у Давида опять-таки есть пример как он сражался с Голиафом ему предложили доспехи предложили меч то есть той же тем же оружием сражаться сам он отказался почему он доверял Господу он снял с себя все это походил в это мнение это не мое это не мое на себя рассчитывать на свои силы на свои знания на свое умение это не мое мое что доверять Господу Кто из вас выберет вот это? Мое — это доверять Господу. Помните, как сказал Господь? Когда идешь куда-то, не думай, о чем говорить. Когда вы станете перед правителем, даже не думайте, не пишите целые речи. Доверьтесь Господу. Он скажет лучше. Доверьтесь Господу. В любой ситуации, когда вам кажется, что рычит на вас так, что вам страшно, дайте место Господу. Будьте в молитве. Будьте пред Господом. Откройтесь для Него, чтобы Он вошел и мог через вас действовать. Уповайте на Бога. Как сказал Давид? Филистимлянин. Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом. А я иду против тебя во имя Господа Саваофа Бога, воинств Израилевых, которые ты поносишь. Понимаете, это наша битва. Против нас строят козни. Физические козни. А против всех этих козней мы идем чем? Верой. Верой во имя Господа Саваофа. Который этот дух мира поносит. И он говорит, ныне предаст тебя Господь в руку мою. И я убью тебя, и сниму с тебя голову твою. И отдам трупы воинства филистимского, птицам небесным и зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает, что это обетование христиан, это обетование верующих. Нам дана победа над адом и смертью. Над адом и смертью. Нам дана победа. Ничего не надо нам бояться, кроме Господа бояться нам. И узнает весь этот сон, что я не мечом и не копьем, что Господь не мечом и не копьем спасает, ибо это воинство Господа, и Он предаст вас в руки наши. И сражения бывают разные, и победы бывают разные. Иногда глазами человека это кажется поражением. Вот убили, был верующий. Был миссионером. Он сожгли. Львам бросили. А где Бог? А почему не защитил? А почему не заступился? А где сила? Почему не повелел льву, и лев закрыл свою пасть? Слава бывает разная. Слава бывает разная. Бывает слава, когда закроется льву пасть. А бывает слава, когда ты не отрекся имени Божьего. И отдал жизнь свою за Его имя. И таким образом прославил Господа. Как Павел говорил, жизнью ли, смертью ли, лишь бы Христос славился. Потому что можно и жизнью, и смертью прославить Господа. Вы знаете, я слышала такой интересный случай исторический про одного верующего, Поликарпа. Когда Его приговорили к смерти, должны были Его сжечь, и разожгли под Ним костер, огонь Его не мог поглотить. Огонь не пошел на Него. Это так разозлило тех, которые хотели Его убить, воинов, что один взял, достал свое копье и пробил Ему грудь. И когда пробил Ему Бог, оттуда вылетел голубь. Это не сказка. Это исторический факт. Внутри Него жизнь Христа, Дух Божий. Вы понимаете, они не боялись смерти, они шли с улыбкой на лицах. Почему? Они верующие, они зрелые верующие. Они знали, что они за Христа жизнь отдают. Это ничто по сравнению с тем, какая награда ожидает на Неме. Вот такая смерть, она осуждает дьявола. Она суд для Него. И слава для Бога. Понимаете? Победа веры. Это наше воскресение. Победа нашей веры. Это нету страха перед смертью. Это победа. Почему говорится, что верующий, он испытывается вплоть до смерти. Не тогда ты верующий, когда ты тепленький и все хорошо. А тогда, когда испытываешься и остаешься верным. Как сказано у евреев, вы знаете, про верующих. Евреи, 11 глава, 32-38. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ифае, о Давиде, о Саумуиле. И других пророках, которые верою побеждали царство. Творили правду. Получали обетование, заграждали уста львов. Угошали силу огня. Избегали острия меча. Укреплялись от немощи. Были крепки на войне. Прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были. Не приняв освобождение. Дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои. А также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы. Подвергаемы пытке. Умирали от меча. Скитались в милотих и козьих кожах. Терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир недостоин. Скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И это тоже слава Бога. Великая слава Бога. Что не возлюбили души свои вплоть до смерти. Это слава. Это победа. Зрелый человек должен принимать это так. Не роботом, не возмущением, где был Бог, куда смотрел, а принимать как славу Бога. Понимаете? Зрелость. Она благодарит. Она прославляет Бога в любых ситуациях. Она поклоняется. А младенчество ропчато. Младенчество всегда ропчато. Всегда осуждает. Всегда недовольна. Кто вы? Посмотрите на себя. Как вы реагируете? Даже на простой рык. Как вы реагируете? Если вы даже рыка боитесь, то может ли Бог доверить вам битвы? Настоящие битвы, которые ведутся, являетесь ли вы воином Бога? Может ли Господь доверять вам? Он хотел бы. Хотел бы, чтобы сильная церковь была, мужественная, могущественная. Церковь последнего времени. Понимаете? Пробудитесь. Ищите Господа. Примите Духа Святого. Не просто примите дары, чтобы опять, как бы здесь на земле царствовать, что-то такое приятное, хорошее. Примите силу Духа Святого, чтобы прославлять Бога, чтобы идти в этот мир, проповедовать, освобождать, сражаться за них. Это битва. За каждую душу это битва. Готовы ли вы? Готовы ли вы? Хотелось бы, чтобы вы к этому себя приготовили. Потому что, когда придет Господь, Он придет не так, как ожидает церковь. Не так. Он так придет, что захлестнет своей силой. Потрясет своим присутствием. Помните, когда Он пришел на гору Синай? Что сбыло с народом? Как перепугались? Страхи и трепети. И что сказали? С Моисеем разговаривали. О нас не трогали. Вы так хотите? Стаи там, Саша, Сыра, с кем-нибудь там разговаривайте. О нас не трогали. Смотрите, Бог хочет вас всех принять в свой народ, в свои служители, сделать вас помазанниками. Вы все призываетесь, еще идет призыв. У кого горит душа, у кого горит сердце, бегите. Бегите к Нему. Субтитры создавал DimaTorzok